Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шаламалехин. Мы продолжаем вместе с вами изучать книгу Деяния Апостолов. У нас пришел черед 16 главы и ее второй части. В начале этой части мы находим с вами такие слова. 16 стих. Однажды мы направлялись к тому месту, где собирался Миньян на молитву и встретили по дороге девочку-рабыню, в которой жил пифийский дух, позволявший ей предсказывать будущее. Благодаря этим предсказаниям она приносила своим хозяйам большой доход. Интересное событие, необычное, неординарное. Мы с вами видим, что была девочка, в которой жил бес, который предсказывал будущее. И разумеется, дискуссия при толковании этого текста возникает вокруг вопроса, каким образом он это делал. Действительно ли бесы знают будущее? На мой взгляд, гораздо важнее вопрос здесь заключается в другом. Что именно эта девочка кричала? Как мы с вами читаем, она говорила о том, что эти люди, апостолы, проповедуют спасением. То есть получается, что духи злобы поднебесной могут говорить правду, несмотря на то, что Сатан называется отцом у лжи. Но думаю, что, как и в истории с Сатаном, за этой правдой всегда есть некий подвох. Например, в данном случае девочка говорила про спасение, но для людей, которые не понимают, от чего они должны спасаться, не знают самого понятия греха и что он делает в жизни людей, и понятие спасения не имеет никакого значения. Обратите внимание, что Шауль терпит ее какое-то время, несмотря на то, что она, по сути, мешает проповеди Евангелия. Возможно, он просто пытается понять, что именно здесь происходит, но после чего, разобравшись, он изгоняет из нее беса. При этом, заметьте, он акцентирует внимание на том, что он делает это не своей силой, он отдает славу еще. Мы должны понимать, и я говорил это много раз в моих уроках, что когда на страницах Священного Писания, Нового Завета, происходят какие-то чудеса, знамения, исцеления, изгнания бесов, очень важно то, на чем акцент. В данном случае Шауль воздает славу Божию, и, по сути, если мы с вами читаем об этом в Новом Завете, мы видим, что практически всегда чудеса и знамения приводят именно к этому результату, воздается слава Божия. И, как правило, это делается для того, чтобы в дальнейшем прозвучало Евангелие. Однако, дальше мы с вами читаем люди, которые потеряли доход, жаждут мести, что, собственно говоря, понятно. Возможно, вы знаете, но есть даже теория, что священники во времена Ишуа терпели его служение до тех пор, пока он не начал переворачивать столы в храме, не ударил по их кошельку. И только после этого они решились действовать. Я, безусловно, верю, что в том, что произошло, есть промысел Божий, но почему нет? Это тоже инструмент в руках Божьих. Итак, эти люди потеряли доход и привели Шауля и силу к судьям. И я хочу обратить ваше внимание на то, какой именно пункт в качестве обвинения они предъявляют к апостолам. Мы с вами читаем в 20 стихе, приведя их к судьям, они сказали, эти люди вызывают в городе беспорядки, так как они евреи. Дальше они говорят, что они проповедуют образ жизни, который не принят, неприемлем для римлян. Но на что я сейчас хочу обратить внимание? Для меня очевидно, что Шауля и его спутники продолжали жить жизнью, как жили все евреи. Ибо о них так и говорят, так как они евреи. То есть вера в Ешуа не изменила образ жизни Шауля. Он продолжал ходить в синагоги, он участвовал в литургии. Почему? Потому что он продолжал быть евреем. Дальше мы с вами читаем о том, что Шауль с силой оказались в тюрьме. Их серьезно побили, их закрыли в тесной комнате. Более того, их заковали в цепи и кандалы. Не очень приятная ситуация. Но обратите внимание на реакцию Павла, которую мы с вами читаем в 25 стихе. Примерно в полночь Шаули и Сила стали молиться и петь Богу хвалебные песни, в то время как остальные узники внимательно слушали. Безусловно, они находятся в очень тяжелой ситуации. И реагировать в такой ситуации, прославляя Господа, молясь, петь хвалебные песни, очень и очень трудно. Бывает легко славить Господа, когда у тебя все хорошо. Но когда же у тебя все плохо, найти в себе силы для того, чтобы прославить Творца, бывает нелегко. Однако Шауль очень тонко, на мой взгляд, уловил ситуацию, ибо он понял, что в данном месте и в данное время есть огромное количество людей, которые даже уйти не могут. Они вынуждены слушать то, что говорит и делает Шауль. И, мы с вами прочитали, узники внимательно слушали. То есть, даже данную ситуацию он использует для проповеди Благой Вести. И интересно, что было дальше, ибо мы с вами читаем о том, что земля содрогнулась, оковы спали, двери открылись. Когда надзиратель проснулся, он подумал, что узники убежали и хотел себя убить, что, кстати, понятно, ибо если бы они действительно убежали, ему бы грозило гораздо более суровое наказание. Однако Шауль удерживает его от этого шага. Интересно, читая это в этот раз, я задумался, а как, собственно говоря, Шауль узнал, что тот собирается себя убить? Они же, по идее, находились в разных местах. Но Шауль предупреждает его от этой ошибки. Видимо, ему это было открыто Духом Святым. И далее, по сути, он проповедует Благую Весть. Когда же его спрашивают, что им делать, они ответили, 31 стих, «Верь в Господа Ишуа, и спасешься ты и вся твоя семья». Шауль указывает, делает акцент, акцентирует их внимание на вере. Я подчеркну на вере в смысле доверия. Ибо я говорил в своих уроках многократно, что, на мой взгляд, сегодняшнее понятие веры в нашем языке, в нашей жизни, довольно сильно искажено. Доверие к Богу. Вот что есть вера. Мы с вами читаем в книге Барышит, как историю Авраама написано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть вера, безусловно, впереди. Однако мы видим всю дальнейшую жизнь Авраама, что он живет жизнью, согласованной с волей Божией. Это не значит, что он не делает никаких ошибок. Это не значит, что он поступает всегда правильно. Это значит, что он всегда ориентируется на то, что хочет Бог, вопреки тому, чего хочется ему самому. И интересно, что Шауль говорит такие слова, спасешься ты и дом твой. И я не знаю, может быть, действительно Шаулю было открыто Духом Святым, что благодаря вере этого надзирателя и остальные уверуют из его семьи и раскаиваются, и, возможно, это было пророчество. Но мне хочется думать, что, скорее всего, Шауль имеет в виду то, что жизнь верующего человека влияет на его окружение, причем как в плюс, так и в минус. И он говорит ему, по сути, если твоя вера изменит твою жизнь, то и твоя семья изменится. Наутро, как мы с вами знаем, пришли люди отсюда, и они хотели отпустить Шауля. И Шауль говорит такие слова, 37 стих. Но Шауль сказал офицерам, после того, как нас, римских граждан, избили у всех на глазах, безо всякого на то основания, и заточили в тюрьму. Они хотят тайком избавиться от нас, но нет, пусть придут сами и выведут нас. Интересно, Шауль пользуется вполне легитимным методом. Он говорит пришедшим людям, мы римские граждане, вы не имели права с нами поступать незаконно, а поступили именно незаконно. Он требует публичной реабилитации. Но вот о чем я задумался в этот раз. А почему Шауль раньше не воспользовался этой возможностью? Да, конечно, может быть, он растерялся, и ему это просто в голову не пришло. Но, на мой взгляд, дело в том, что в сердце Шауля было спокойствие, и он понимал, куда он идет. В дальнейшем, к слову сказать, мы видим, Шауль пользуется этим методом. Поэтому, когда его опять пытаются с ним что-то сделать, он прибегает к тому, что говорит, я гражданин Рима, вы не имеете права. И действительно, за сам факт того, как поступили с Шаулем, было достаточно для того, чтобы всех этих людей, которые в этом участвовали, наказали, ибо он действительно гражданин Рима, и с ним нельзя так поступать без суда и следствия. То есть, в дальнейшем мы видим, что Шауль пользуется этим. Но здесь и сейчас он был готов к тому, чтобы пострадать, дабы возвестить благую весть тем людям, которые его услышали. Это действительно духовный подвиг. И да благословит нас всех Господь, быть готовыми поступать подобно тому, как поступал Шауль. Да благословит вас всех Господь. Мы с чем еще мощнее. Амин.